утро на пятом спасибо что вы остаетесь с нами а мы продолжаем знакомить вас с нашими сегодняшними гостями сегодняшняя наша тема о красоте и сегодня у нас в гостях блогер визажист самый нашумевший визажист байнур финалист битвы визажистов от гуар россия на минуточку здравствуйте байнур доброе утро какое у вас сегодня утро пасмурное солнечное у вас внутри вот какое у вас настроение замечательное просто утро превосходное когда утро начинается интервью она еще знаете два раза больше радостных становится ну классно что вы открыты открыты вам ваша смелость просто завораживает восхищает и мы бы хотели наверное поговорить о критике наверное вот когда видишь вот такого человека вас смелого открытого можно сказать даже чуть-чуть что-то экстравагантное как вы относитесь к критике абсолютно нормально я абсолютно нормально отношусь потому что это критика это то что всегда идет бок о бок с известностью наверное с популярностью или с успехом да если о нем словом говорить вот поэтому то что очень хорошо абсолютно нормальная критика была изначально у меня и она будет и дальше и до конца я это прекрасно знаю понимаю даже больше не критика я бы сказал а хейт да потому что критиковать там уже нужно определенные знания и уровень тех кто комментирует мои видео мои посты я бы сказал что их такого уровня нет это чисто хейт а вот что вы делаете с негативными комментариями возгласами ничего такого пролистываю пролистываю нет не удаляю зачем чем больше комментариев тем больше актива а мне интересно узнать как вы пришли к тому что именно визаж это ваше это то что самого детства у меня началось самого детства я только недавно об этом рассказывал инстаграме я обожал как моя мама красится я просто любил этот процесс нанесения макияжа даже когда тетя красится у меня сестры красились и вот эта косметика она так меня завораживала и были были даже моменты когда я мог украсть у мамы косметику у тети косметику пойти накрасить себя сам а потом меня ловили и за это а сколько лет вы уже занимаетесь этим а я занимаюсь 2016 года и какой доход нам интересно мне кажется всем интересно приносит эта деятельность деятельность доходы приносит как сказать здесь нестабильный на майбах квартира в дубае и такое возможно доход очень хорошее можно сделать сейчас именно на бьюти индустрии но для этого нужно думать не о доходе о том насколько ты сильно любишь эту профессию если изначально идти в бьюти индустрию с мыслями того чтобы там заработать о это знаете классные бабки там квартира в дубае то я не думаю что квартира в дубае на самом деле будет вот а если идти изначально просто с любовью действительно вот любить если любишь эту профессию то пожалуйста иди если не любишь вообще не рекомендуетесь и вообще вливаться в эту бьюти индустрию потому что это сложная индустрия хотя для многих она кажется легкой да абсолютно верно вы в какое-то время пребывали не в хрестане в россии частности участвовали и стали финалистом битвы визажистов от гоа расскажите пожалуйста немножко об этом проекте как вы туда попали я как и все участвовал марафоне ангуар регулярно каждый год практически проводит марафоны вот и на этот раз она проводила марафон и тех кто 12 лучших она хотела бы отобрать именно туда на битвы визажистов на шоу которая она сама создала вот и я как и все участвовал это марафоне я отпросился с салона где работал на зарплату скажем так вот у меня на тот момент в кармане мне были последние 5000 рублей ну и буду откровенен максимально с вами вот и все эти пять тысяч я пошел потратил на материалы ткань косметику которыми не хватало абсолютно все деньги я слил я был просто на нуля тогда я жил с друзьями питался за счет эти все эти пять дней и участвовал марафоне у меня честно прям как таковых надежд что я пройду не было потому что конкурсантов было 60 тысяч это очень много и тут после окончания этого марафона я вижу себя в сторисах гуар как топ-30 а потом сказали заполнить анкету я заполнил потом попал топ-12 и мне в 12 ночи позвонили и сообщили такую радостную новость 12 07 аж у меня мурашки пошли по телу вы уже были в москве да конечно переехали туда да а почему ну я не скажу почему хотел задать вопрос сложно ли в крыгстане двигаться вот по этой стезе и и какие отличия между россией и крыгстаном первое отличие это конечно же востребованности в россии это конечно же не то что в россии скажу в москве это востребование но там и требования больше гораздо больше у твоих клиентов вот а здесь в кыргызстане конкуренция такая же большая как в москве однако город сам маленький то есть бишкек сам маленький и здесь страна сама маленькая конкурентов очень много но я бы сказал что здесь в бишкеке достичь вообще в кыргызстане достичь определенного уровня визажа гораздо легче чем в москве потому что в москве практически многие помешаны на естественности и не нужен такой яркий макияж то есть все такое и там как бы расти немножечко тяжеловато во первых за конкуренции во вторых и за потребности населения а здесь нет здесь этим немножечко легче но здесь минус в том что очень легко дорасти до того уровня чтобы считаться самым топовым мастером то есть очень легко до этого уровня дорасти и выше этого уровня уже двигаться некуда именно поэтому я отсюда и уехал потому что я хотел двигаться дальше но здесь уже некуда было куда еще но но вы сейчас в кыргызстане и у вас есть своя студия да насколько мы знаем наверное не только мне наверное всем интересно стоимость вашего курса курса и в частности макияжа одного у меня макияж стоит 4000 это я думаю абсолютно такая нормальная это и вечерний дневной да у меня нет отличия то есть 4000 это стандартная такая цена я работаю на люксовой косметике поэтому и цена в принципе соответственно я сказал что это прям нереально дорого я конечно же понимаю насколько хорошо я работаю в то же время я понимаю какой у нас средний доход по населению да то есть поэтому ставить что долларов 200 долларов нет пока этого делать не собираюсь вот касательно обучения пишите мне кстати о соцсетях мы видели один пост недавно могли бы прокомментировать этот момент а я уже понимаю скорее всего про животик говорили наверное очень интересно всем это я просто закинул пост по приколу то есть это но это было бы глупо считать что действительно могу забеременеть это уже не логично на самом деле и это был просто пост по приколу я не знаю такая прям реакция пошла ажа честно я на такую ажу я не думал что будет такая же я просто закинул что-то за играть подписчиков а там такое пошло я сам был понятненько ну хотелось бы узнать о дальнейших ваших планах у такого деятеля деятеля красоты творец красоты какова каково будущее сферы красоты вообще этой деятельности в кыргызстане к кыргызстану нужны сейчас эксперты поэтому я сюда и обратно прилетел потому что здесь в кыргызстане очень много талантливых визажистов очень их прям не сосчитать прям шикарно делают макияж визажист это тот кто может наверное подобрать подчеркнуть черты лица да все такое но сейчас кыргызстану нужны эксперты которые разбираются в моде разбираются в трендах да здесь у нас сейчас я наблюдаю вот иногда листач инстаграма выходят работы некоторых визажистов очень старая техника очень старая программа скажем тогда по которой они работают до сих пор и сейчас я понимаю что кыргызстану нужны эксперты и своих учениц учеников я которые ко мне приходят я сразу же стараюсь ставить как экспертов то есть я обучаю их так чтобы они могли не только понимать что такое макияж а чтобы они могли понять что такое фэшн вообще что такое тренды идти в ногу со временем да они рисовать броски брови по себе по сей день скажем так у вас не были мысли создать свой проект наподобие битв из визажистов россия были такие мысли но раз уж убраться за такой проект то я считаю что его нужно делать максимально качественно максимально чтоб он был на мировом уровне не так как у нас это обычно поэтому эти моменты надо обдумать и обдумывать до сих пор как будет правильно что и как сделать идей много на самом деле идея очень много и воплотить их тоже вполне реально здесь но если это делать я такой человек что я делал хочу делать прям максимально качественно поэтому эти моменты все еще раздумья а мне вот интересно если у вас визажист которому вы стремитесь ну как как сказать как пример то мир конечно я очень обожаю следить за западными бьюти-блогерами скажем так они не визажисты уже бьюти-блогеры у меня очень много джеймс чарльд джеффри старт патрик старых очень много это западные все блогеры создатели нереально крутой косметики вот конечно же мне кажется абсолютно каждый блогер абсолютно каждый бьюти-блогер каждый визажист стремится достичь их уровня их уровня профессиональности их уровня экспертности скажем так класс что вас вдохновляет на создание макияжа вы я вас знаю мне кажется больше как художника я бы не сказал обычный простой визажист художник что-то такое деятельное что такое творческое что у вас вдохновляет на макияж вот ищет ежедневный вдохновляет абсолютно все абсолютно все вот вместо так на люки цветы с автор я пойду делать зеленый желтый красный макияж себе понимаете таким образом вдохновляет абсолютно все гуляешь по парку вдохновляешься не знаю увидел куда картинку в интернете вдохновляешься и таким вдохновение само по себе приходит самое главное это вдохновение поймать и вот этот образ который образовался в голове сразу запечатлеть куда-то либо запечатлеть сразу у себя в голове что малоэффективно запечатлеть лучше где-то записать не знаю нарисовать да иногда вдохновение приходит прямо перед фактом когда к тебе приходит твой гость скажем так вот а так если сравнить это с художеством наверное у нас прям огромное отличие от художников если бы перед нами был такой же чистый белый ровный холст мне кажется нам работать тоже было бы гораздо легче но перед нами сидит живой организм живой человек и абсолютно если у тебя в день 5 клиентов у этих кузерых абсолютно у всех свое свое лицо свой типаж свой характер свой организм свой образ свое мероприятие и ко всему этому подобрать гармонично весь образ на самом деле не просто а потом когда тебе говорят что устал держать целый день кисточку да мы все замечаем за то есть следим за вашими яркими образами и в том числе и как вы вот меняете свои образы как вы к этому приходите вот например часто ли вы меняете образ свой например вы сегодня волос да вот цвет волос брови и вообще ходите ли вы по улице с таким ярким макияжем касательно своих образов и имиджа на самом деле я очень люблю экспериментировать очень бывает и даже могу неделю классическое носите неделю хип-хоп стиль носите и так далее вот насчет внешности я знаете с детства люблю люблю экспериментировать люблю все разные и мне кажется это не знаю по мне заложено вот касательно макияжей я не знаю что то во мне меняется когда я делаю себе макияж я до сих пор не не знаю что то ли уверенность появляется то ли что но когда я наношу себе макияж и вижу себя с макияжем я абсолютно другим человеком становлюсь вот абсолютно меня сейчас который был без макияжа его уже нет я какой-то другой я не знаю какая-то стерва вот я не знаю на что это меня это происходит абсолютно непроизвольно вот но и от этого я получаю удовольствие и конечно же делаю но с таким макияжем на улице я не хожу здесь тем более и когда я хожу без макияжа и так все если я выйду с макияжем от наверно будет вообще я так понимаю вы не планируете ближайшее время куда-либо переезжать ближайшее время посмотрим посмотрим я и я могу завтра приехать то есть если мне в голову взбредет я могу и завтра переехать вот пока что вот буквально скажем так до сегодняшнего дня были веские обстоятельства чтобы я был здесь чтобы я был здесь в кыргызстане вот были некоторые причины сейчас все это уже все прошло скажем так я уже сказал до сегодняшнего дня то есть и теперь что дальше такой вот непредсказуемый человек да сегодня здесь завтра уже там но я думаю наш кыргызстан нуждается в таких экспертах как вы поэтому смелых деятельных творческих поэтому не покидайте нас да очень обидно и очень грустно когда уезжают талантливые люди уезжают деятельные люди развивать другую страну да 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 почему бы как вы обратно не при проучился узнал другую культуру увидел и обратно возвратился чтобы все новое все красивое принести в кыргызстан в нашу страну нашу среду и озеленять я думаю многие таланты понимают что здесь их таланты показывать не некому здесь их таланты никто не ценит в том числе и так происходит со мной пока я здесь вы сами читаете мои комментарии под под любым постом пожалуйста заходите и вы увидите ценят ли народ таланты не ценят абсолютно сейчас благо еще я очень рад что у нас такая коммуникабельная молодежь да то что они прям начали ценить время что они начали ценить себя и они начали ценить те самые таланты которые действительно нужны они прямо это видят а вот другое поколение к сожалению нет именно поэтому многие таланты многие люди с способностями скажем так они отсюда уезжают потому что они видят развитие своих талантов их оценку в другой стране где это действительно оценивать где это действительно нужно я скорее всего пока что не знаю я придерживаюсь того чтобы именно расти в этом направлении расти именно и я думаю что расти здесь тоже пока что если сказать честно маловероятно но и мы мы уверены что вы создадите свою империю свою империю красоты свою империю творчество и и вот ваша империя ваша армия я хочу сказать армия ваших учеников расскажите пожалуйста вот немного ваших учениках о том какие у них достижения если среди них те которые может быть по поговорке учить ученик превосходит учителя где-то может быть они зарубежных странах какие какие-то достижения да у них да конечно у меня очень много учениц я на сегодняшний день выпустил как тысячи девочек если не больше сейчас есть девочки которые работают и вашингтоне в нью-йорке есть девочка у меня в милане в турции их очень много у меня я могу быть завтра полететь любая из них меня встретит в дубае у меня есть девочки то есть они практически по всему миру сейчас потому что как я уже сказал сейчас такая молодежь пошла которая стремится отсюда почему-то уехать это я люблю Кыргызстан я обожаю Кыргызстан и поэтому я здесь здесь бы еще добавить учениц которые у меня сейчас прилетают с и наоборот за рубежа да ко мне на обучение это круто это очень радует прекрасно я аж заслушалась да 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 мне так интересно да мы такие смотрим приглядываемся восхищаемся да 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 ну а мы продолжаем нет да я хотел бы узнать что вы посоветуете для начинающих визажистов для девочек которые мечтают быть как вы так скажем что вы посоветуете следить за трендами первое что я хочу посоветовать для визажистов Кыргызстана для всех то следить за трендами и развиваться в этом направлении в ногу со временем не просто оттачивать свое мастерство именно развиваться в ногу со временем это очень важно сейчас это прям нужно а дальше конечно же уже не останавливаться всегда скажем так развиваться в этом направлении и не только в направлении визаж а вообще в целом направлении бьюти индустрии направлении фэшн индустрии и всегда конечно же знать себе стоимость это мне кажется самое главное очень приятно что у нас есть такие талантливые люди которые могут с утра пораньше к нам приехать на интервью и мы вам предоставляем открытый микрофон где вы можете обратиться к нашему народу сказать свои пожелания пожалуйста уважаемый народ кыргызстана я хочу чтобы вы начали сценить таланты чтобы вы не губили таланта а именно начали их наоборот ценить вас валяйте именно тогда у нас в нашей стране будет развитие метода в нашей стране будет та самая гармония и стабильность которая нам так нужна поэтому цените таланты не губите таланты на аж не хочется с вами прощаться но но время и вы наверно тоже очень занятой человек мы прерываемся на небольшую музыкальную паузу но не расходимся как гуалитзе